А сейчас большая просьба, если у кого есть сайты, расскажите об этом или расскажите о том, чего вы ожидаете от сегодняшнего вебинара. Может какие-то есть технические вопросы или в принципе вопросы пока у нас еще 4 минутки есть, я на них могу ответить. Пока вопросов нет. Ну тогда вопрос такой, кто-то был уже на вебинарах или всех первый раз? О, первый раз, первый раз. Так, открыт. Сайты, где вы можете. Много прошло, поэтому первый и в нем там есть Пропадает звук. Так, так лучше. Микрофончик бежит, подставлю. Да, отлично, хорошо. Так, мы с вами. Так, это на самом деле вебинаров уже достаточно много, если вы их посмотрите, то вы получите такую хорошую базу по работе с сайтами, по работе с пользователями, по продвижению, по созданию интернет-магазинов, по созданию, по подключению вот это первая ссылка, которая нам понадобится. И вторая ссылка, которая понадобится, сейчас я вам ее пока еще не началось, давайте ссылка о рабочий сайт, на котором у нас периодически создается, потом удаляется, потом опять создается, так и технический сайт про наши вебинары. Дальше там я положу все предыдущие презентации, удаляются периодически, вот, их можно будет скачать. А сейчас у меня большая просьба, минутка в начале, зайти на него и зарегистрироваться. Для чего? То есть всем зарегистрировавшимся я разошлю презентацию, которую вы сейчас видите на экране, так что если вдруг будет плохо видно через интернет, что вы могли открыть это у себя на компьютере. Вот, то есть я буду начинать введение через пару минут. У меня большая просьба ко всем участникам нашего вебинара зайти на этот сайт и зарегистрироваться. Так, у меня просьба написать плюсик, кто сейчас зайдет и зарегистрируется, чтобы у нас была активность, потому что просто слушать вебинар мало, надо немножко работать у нас такой достаточно активный вебинар будет, мы будем смотреть сайты, будем анализировать, будем работать с теорией, будем делать предложения. Так, ну в общем-то, кто планирует зарегистрироваться, регистрируемся, так что я вас увидел в списке зарегистрировавшихся пользователей. Продолжение следует... Хорошо, пошла регистрация, я тогда сейчас еще... проверка. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Сайт не хочет... Пару минуты, но правильно, может, на русском и так далее. Хорошо. Итак, у меня большая просьба, чтобы все зарегистрировались. Дальше подробности можно будет с сайта и информацию о наших новых вебинарах. То, о чем будет наш сегодняшний вебинар, он будет о том, как ведут себя пользователи на сайте. Для того, чтобы понять, как они себя ведут, мы должны быть в их роли. Мы обычно и так в роли пользователей. А теперь мы должны посмотреть на это с научным взглядом. Подумать, а что же все-таки на нас влияет, когда мы заходим на сайт? Почему мы принимаем те или иные решения? Что нужно, чтобы было на создаваемом нашем сайте, нами сайте, чтобы он был успешен? Чтобы пользователь, который на него заходит, он достиг той цели, к которой мы его ведем. То ли купил, то ли подписался на обновления, то ли получил новую и нужную информацию. Что нужно? Это мы будем рассматривать в течение всего вебинара. И рассмотрим следующие понятия. Ну, собственно, основные факторы, то, что я сейчас начал. Далее. Какие решения вообще может принимать пользователь? То есть, что за чем должно идти? Как это может быть? Эксперименты по влиянию. Ну, по сути, мы с вами небольшой эксперимент поставим. Откроем несколько сайтов и мы проголосуем. Какой из сайтов вы считаете лучшим? И вы посмотрите, насколько ваше мнение будет таким же, как и мнение других участников нашего сегодняшнего вебинара. Посмотрим, как подключить, как работает сервис Яндекс.ВебВизор, который позволяет видеть, как пользователи ходят по сайту, смотрят его, где они переходят со страницы на страницы, где задерживаются, где непонятно, где непонятно. Для того, чтобы данный сервис используется, для того, чтобы оценить, насколько наш сайт понятен, удобен и качественный. Далее мы рассмотрим, как создавать контекстную рекламную кампанию и как пользоваться методом АБ-тестирования. Что это такое? Чуть-чуть позже. И дальше мы рассмотрим такой вопрос, как воронка продаж, то есть, как делать продажи на своем сайте максимально эффективнее. Итак, основные факторы, которые влияют на пользователя. Что это такое? То есть, что это такое? А что влияет на вас? Какие будут предложения? Жду вас в чате. Пару слов, буквально одно-два термина. Что на вас влияет при просмотре сайта? Какой сайт вы считаете классным, каким не классным, на каком сайте делаете покупку, на каком не делаете. И дальше мы посмотрим, насколько ваши ответы совпадают с заготовленными. Визуальное оформление, содержание. Да, да. Еще кто? Давайте активнее. Цветовое оформление, контент. Понятность, красивый интерфейс. Да, основные позиции именно такие. То есть, первое, что это информация. Структура, контент, содержание, удобство пользования информацией в том числе. Второй вопрос. Это оформление дизайна. Как данная информация размещена на сайте здесь? Какого цвета меню? Какой у нас фон? Как переходить со странички на страничку? Это резкий переход, плавный переход? Как же работает наш сайт? Как он оформлен? И третий очень важный вопрос. Это удобство пользования. То есть, тот вопрос, насколько этот сайт, он быстрый, он качественный, он понятный. Или он такой кривой, зависает и с него очень хочется быстро убежать. То есть, эти три основных блока, основных типа, основных фактора, которые влияют на пользователя, который зашел на сайт. И именно их мы немножко сейчас обсудим, рассмотрим так, чтобы вы могли пользоваться этими факторами уже конкретно при создании вашего сайта, чтобы он был удобен и популярен. И вопрос первый, да, вот это были разные варианты по факторам. Что для вас является определяющим, ключевым фактором при принятии решений о сайте? Информация, то есть текст, контент, содержание, оформление дизайна или удобство пользования? Давайте у нас первый вопрос. Сейчас появится, буквально через секунду появится, вот она появилась. Так, нам должна появиться в виде вопроса, да, вот она, в виде вопроса и голосуем. То есть, выбираем, что для вас является самым важным. Так, половина, чтобы проголосовала, еще, еще. О, интересно, удобство пользования. Так, выровнялось. Ну, классные результаты, интересные даже. То есть, в принципе, не так важно, что написано, главное, чтобы пользователь был удобен. Ну, с одной стороны, это да, потому что если удобно, то, вероятнее всего, и понятно, это связано. Но в то же время очень важно, конечно, что уже на сайте написано. То есть, сайт может быть не очень удобен, но там классная информация. То есть, википедия, ну, не самый, может, удобный сайт, но им все пользуются, потому что там классная информация. Ну, естественно, это зависит от типа человека, как кто принимает решение. Вот мы обратили внимание на то, что примерно поровну распределяются люди, для которых важно первый, второй, третий фактор. Я думаю, что если бы было больше людей, то мы бы увидели более равномерно. Спасибо за вопрос. Итак, информация, текст. То есть, что из себя представляет информация, какие основные критерии, параметры, которые нам нужно понимать при работе с информацией. Первое. Информация является базой для принятия решений. Ну, не того ситуативного решения, которое, говорится, это хороший сайт или нехороший сайт, это одно решение. А того решение, которое человека или поменяет, или приведет к каким-то действиям. То есть, оно, информация, это первый шаг к изменению человека. То есть, для принятия решения в глобальном смысле. Хорошее деляет плохого на основании логики. То есть, хороший это сайт или нет. Если принимать решение на основе информации, работает наша логика. Да, нет, четко. Информация сложна там как-то вот образом, не будет там образом. Вы логично оцениваете. Это соответствует тому, что вы искали или не соответствует. Это понятная информация или непонятно. То есть, будет четко, да, нет, при принятии решений. И нужно понимать, что этот фактор является определяющим для тех, кто ценит больше всего информацию. Тут поднимают руку. Давайте так, если есть вопросы, мы их пишем в чат. И я буду периодически останавливаться и отвечать на возникшие вопросы. То есть, пишем в чат. Дальше. Описание бывает двух основных типов, которые нам нужно рассмотреть. Это описательная информация и побудительная. То есть, описательная. Ну, вы рассказываете там про город свой. Говорите там, столько-то улиц, такое-то население, еще, еще, еще. Это описательная информация. Она не склоняет человека к решению. Она наполняет его информацией. Дает ему основания для принятия решений. А побудительная информация – это приезжайте к нам в гости. Будьте нашим гостем. Посещайте музей нашего города. Купите сейчас. Это то, что побуждает человека к действию. И обычно прием, когда мы готовим информацию. Сначала мы человека заинтересовываем. Заинтересовывающий текст. Дальше информация в целом идет о том, что его заинтересовало. И дальше побуждение. Купите, приедьте, зарегистрируйтесь. То есть, ну, это основная модель. Мы в каком-то из вебинаров рассматривали ее более подробно. Продающих сайтов, продающих страниц. Заинтересовать, раскрыть информацию и побудить к действиям. И у меня большая просьба. Да, я сейчас... Я буду сбрасывать ссылочки сейчас в чат. Так, чтобы вы познакомились с теми статьями, теми сайтами, которые в первую очередь ориентируются на информативность. То есть, в первую очередь, это информационные статьи. И вот, в первую очередь, это информационные статьи. Ну, безусловно, это те сайты, которые работают с информацией. То есть, новостные сайты, сайты информационных агентств. В первую очередь, здесь важна информация. Можно просто зайти, две минутки зайдите, посмотрите, насколько качественно она подана. Это, естественно, мировые лидеры. На них можно равняться. С них можно брать пример. То есть, New York Times, CNN, BBC. Я думаю, что все знают эти новостные. То есть, насколько качественно подана информация в соответствующих... У меня большая просьба. Когда вы посмотрели, ставьте плюсик, что можно продолжать. Если есть вопросы, задавайте. Давайте я сейчас на них отвечу. Есть какой-то... Живой. Отлично. Да, давайте. Посмотрели. Продолжать можно рассматривать. Да, мы пойдем дальше. Второй блок, который мы рассматриваем. Второй фактор – это оформление и дизайн. Создает атмосферу. Да, какая была не была информация, атмосферу создает оформление и дизайн. Фон. Даже если суперспокойную, мироволюбовую информацию разместите на сайте с красным фоном, я думаю, она будет нервировать людей. И даже такая достаточно такая цепляющая информация на голубом таком мягком сайте пастельных тонов, она будет намного проще восприниматься. То есть оформление и дизайн создают атмосферу. Информация дает основные для принятия решений, а оформление и дизайн создают атмосферу. В каком атмосфере будет приниматься то или иное решение человеком. Выделяет самое важное. Да, безусловно, текст – это хорошо. И в нем мы получаем информацию. Но что в нем приоритетно? Заголовки, выделения какие-то в тексте, ссылки, чтобы были четко подсвечены. Это делает оформление и дизайн. И очень важно на странице выделять самое главное с помощью оформления вашего сайта. То есть с помощью оформления и дизайна мы можем передать сайт как образ. Не просто я зашел там, там есть информация о последних событиях. А для пользователя, если сайт хорошо оформлен, он для него как цельное такое. Живой организм. Вот этот цельный образ, он позволяет человеку вспоминать о сайте очень быстро, быстро на нем ориентироваться, настраиваться на то, что необходимо передать этим сайтам. И сейчас я, тут несколько сайтов, я сброшу сейчас 5 названий сайтов. В основном хорошо работают с сайтами, прорабатывают образы. Это различные тренинговые кампании, курсы. Так, есть. Можно по очереди, да, наверное, заходите. Я разделю. Я разделю. В основном с образами работают или дизайнеры. Вот ArtLebedev, это сайт Артемия Лебедева, дизайн-студии, которая работает с Яндексом, с крупными компаниями. То есть у них там много примеров дизайна, как это все оформлено. Вот там Лай Ватанский, достаточно успешный. Скажем так, тут пример посмотреть, как может быть хорошо, как может быть интересно подана информация, достаточно сложная. И бизнес-молодость, достаточно успешный проект по бизнес-тренингам, по работе с людьми. Можно зайти посмотреть, тоже опять же смотрим, пишем плюсики, идем дальше. Так, там был какой-то вопрос, пока мы смотрим сайты, я отвечу на этот вопрос. Если фунт синий или темно-голубой, это располагает, ну, опять же, зависит от того, о чем сайт, что вы хотите. Кстати сказать, в курсе веб-дизайна в Ешко есть, собственно, раскладка по сайтам, какой из них, что означает. Нужно смотреть, соответствует ваш сайт теме. Если, например, это сайт про растения, лучше, чтобы он был не голубой, а зеленый. А если про море, то, конечно, голубой. Но в данном случае уже нужно спеть, что вам нужно. Если чистоту, лучше белый. Если вы там человека расслабить, светло-голубой, так сконцентрировать, настроить, может быть, на какую-то серьезную ноту, можно поставить темно-синий. Можно посмотреть в интернете основные принципы. Я сказал, что про зайн есть, собственно, урок, посвященный цветам. Хорошо, поехали дальше. Третий фактор – удобство пользования. Здесь нет каких-то четких критериев. Это может быть достаточно субъективный момент, но я постарался подобрать те сайты, которые действительно удобные. В основном это будут интернет-магазины, потому что удобство пользования, в первую очередь, для них. Ну и для других сайтов, которые вы тоже видели, тоже можно посмотреть, как они. Итак, удобство пользования реализует то, что заложено в информации и оформлении. Как бы вы классно не оформили сайт, или какая бы суперинформация ни была, но если он не работает, все, ясно. Ничего. Люди уйдут, или он зависает, или он долго грузится. Удобство пользования может перечеркнуть все, все остальные факторы. Экономит время пользователя. Конечно, если вашим сайтом удобно пользоваться, вы там в 2-3 клика находите всю основную информацию, которую ищете, то это и экономит время пользователя, и он из-за этого может провести больше времени, именно изучая полезную информацию, или сделать покупку быстрее, что немаловажно, если, например, он запишет и ищет какой-то товар, которым нужно купить быстро. А у вас сайт быстро работает, а у конкурентов медленно. То есть, а ему очень срочно надо, то, скорее всего, он купит у вас. Или он знает, что ваш сайт работает супербыстро. А вам нужно очень быстро пополнить счет, например. Сайты, которые пополняют счет. Или там обменник. Если там нет скорости, то через 2 дня или там зависает, скучно, то не будет результата. Удобство пользования обычно незаметно. Если ваш сайт заметен, то это нехороший сайт. А если вот как надо, как для меня, так вот суперски качественно, то это хороший сайт. Прям вот для меня делали сайт. Это значит, что сайт сделан классно и действительно для пользователей делал сайт. И, как говорится, примеры я подобрал. Можно посмотреть. Сейчас я сброшу в чат. Здесь нет каких-то таких доминирующих, может быть, не всегда понятно. Но это те сайты, я там даже могу перевести в пример. Сайты, которые 100% работают, не записают. Работают быстро, качественно и эффективно. Да, вполне. Ну, это успешные сайты. Скорость. Ну, давайте отвечу. Скорость зависит от нескольких параметров. Во-первых, вот система управления контентом, которую вы выбрали. Ну, кстати сказать, там, опять же, прорекламирую предыдущие вебинары. Они посвящены системе управления контентом WordPress. Это достаточно быстрая система управления контентом, при этом имеет очень качественный и большой широкий функционал. Например, Joomla работает медленнее, чем в WordPress. Второе – это софт-скорость самого сервера. То есть, если вы купили выделенный сервер, то ваши сайты будут открываться быстрее, чем на обычном хостинге. Ну, это фактор, к которому стремятся и часто посвящают очень много времени. Разработчики специально могут оптимизировать структуру сайта, чтобы он быстрее работал. Но на начальном этапе, на котором в основном мы сейчас с вами находимся, не нужно заморачиваться о данном факторе. Главное, чтобы ваш сайт работал качественно и корректно. Опять же, в предыдущих вебинарах сказано. Вот. Ну, успехов и скорости в вашем будущем сайта. Так, поехали дальше. А что этими средствами делать? Вот у нас есть информация. У нас есть там оформлено все классно, используется и что? Это все инструменты. Но любой инструмент, ну, равно как и человек, хорош тогда, когда чему-то служит. Ну, что значит служение, там, чему-то, такая фраза глобальная. Но, по сути, инструменты должны служить цели, какой-то идеи, которая заложена в сайте. Ну, например, если у нас хороший сайт, например, там, даже бизнес-молодость. Он служит продажам. Продажам и развитию человека. Если, и, собственно, для этого подается информация в той дозе, которая нужна для продаж. В Википедии информации больше на бизнес-молодости. Но там информация служит другому вопросу. Она служит именно информированию. То есть для бизнес-молодости такое количество информации, ну, это было бы капец. Если вот такого, вот они все выкладывали все стенограммы, распечатки, там, в комментарии пользователей, отзывы людей, там бы... Венеры, они бы еще комментировали, что правильно, что неправильно, они бы загнулись и не получили бы прибыль. Идея разная, поэтому и инструменты используются по-разному. Но и в Википедии, и в бизнес-молодости качественная информация, четко структурированная, супер информация. Мне кажется, для информационного сайта Википедия просто дизайн, он такой минималистический, но классный. Удобство пользования, да, супер для информационного сайта Википедия. Ну, в бизнес-молодости можете посмотреть, там, каждая страница склоняет к продаже. Прочитал страницы, уже хочу купить, там, хочу поехать к ним на колу. Да, у них сайт действительно хороший, и это действительно большие специалисты. А, у нас пропадает звук. Ну, я сейчас попробую чуть громче говорить. Вы говорите, если вдруг что-то. Микрофончик. Отлично. Так, буду говорить громче, чуть-чуть придвинусь. Итак, и так же, какие же у нас идеи есть? Давайте так, вопросик, да, какие вы думаете идеи? Так, открытый вопрос, тест. Напишите, да. Как вы считаете, какие вообще есть идеи сайтов? Варианты, варианты. Для чего создаются сайты? Так, 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 да, ну, кто-нибудь, кто первый? О, продажа есть, да, действительно такая идея есть. И многие сайты создают конкретно для продаж. Визит к организации, да, информация, представление, презентация. Ну, супер, так у нас классно. Все думают очень хорошо. Учеба, да, образование – это одна из очень важных таких сфер, которая в последнее время очень хорошо развивается. Дистанционное обучение. Торговля, ну, продажа. Можно сказать, сайт Воронка, ну, мы тоже Воронку продаж рассмотрим. По сути, это тоже продажа. О, благотворительность, например, не учел это, но в каком-то смысле это тоже продажа. Ну, продажа таких благотворительность. Биржи труда, то есть это продажа услуг, сервис. Блог – это предоставление информации. Безусловно, моя классификация, она не идеальна, но она позволяет решать много задач. Давайте я предложу вам ее. Информация, то есть представление. Продажа, общение, коммуникация, обучение. Это вот основные, ну, это четыре типа, которые я выделил. Основные, на которые могут распределяться сайты. Можно добавлять свой. И сейчас у меня большая просьба ответить на такие вопросы. «Эксперимент». И тоже мы будем задавать вопросы. Какого типа идей данных сайтов? Давайте так. Вот мы сайт на экране, он у вас там был. Сейчас я еще раз брошу его в чат. Так. Обучение. Свои представления. Так, идея. Ну, очень интересный результат. Давайте еще пока можно проголосовать. Я надеюсь вас немножко переубедить. Обратите внимание, что делается на этом сайте. На этом сайте продаются тренинги Николая Латанского. Сайт не занимается обучением напрямую. Он продает тренинги. То есть, если бы это было, скажем, Курсера, кстати, тоже сейчас брошу, да, действительно, там сайт, его идея обучения. А Латанский продает тренинги, хотя, безусловно, да, он продает образование. Вот, например, я сейчас брошу сайт, который действительно, вот этот сайт действительно посвящен обучению, на нем можно обучаться. Ну, а так Латанский продает, продает свое обучение. Вот так вот, интересно. Но цель, обратите внимание, и сравните, вот Курсеру, например, сайт, который посвящен именно обучению. Ну, можно посмотреть там сайты дистанционных обучений, там университетов разных. Они, ну, конечно, красивые, но в первую очередь на Курсере очень важен сам процесс обучения. У Латанского это продажи. Там, приходите, объясняет, мотивирует. Курсера не мотивирует. Она предлагает, да, то, то, то. А Латанский мотивирует. То есть, его основная идея – это продажа. Ну, а второе, да, действительно, это продажа обучения, чтобы люди чему-то научились, урала научились перед тем, как покупать. Давайте мы закроем этот вопрос. И вот давайте вот этот сайт чему посвящен. Хорошо. Еще раз задать вопрос тот же самый, чтобы мы увидели. Какова идея? Так, мы как-то можем, да, очистить его. О, отлично. Давайте еще раз задаем, какого типа артлебедев.ру. Так, принимаем решение. Как, что, где, когда. Минута на обсуждении. Информация о представлении, продаже. Ну, здесь я соглашусь вот с такой раз пасовкой. Тут, скажем так, безусловно, тут больше продажи. Но продажи через представление. То есть, Артемий Лебедев может себе позволить. Это один из самых известных и самых дорогих дизайнеров. Его дизайн-студия, ну, очень, скажем, не знаю. Позволить просто выложить все свои работы. Сказать, вот смотрите, как мы делаем. И это будет продавать. То есть, ему достаточно просто себя представить. И это будет продавать. Люди будут заказывать. Хотя, обратите внимание, кнопки там купить. Ее не так много, она не везде. Латан сказал, все мотивирует, мотивирует, мотивирует. Артлебедев говорит, у меня вот результаты. Смотрите, классно. Ну, действительно. Хотя, там есть и ковдовство. Очень рекомендую книжечку. Отдельным разделом. Это его мысли по поводу дизайна или каких-то действий. Вот, спасибо большое за этом сайте. Мы сейчас следующий сайт смотрим. Итак, чему посвящен этот сайт? Пере... Пере... Закрыть открыть. Ну, мы сейчас смотрим именно видимая, видимую часть. Тут тоже, да, у нас распределились голоса. И здесь можно сказать, ну, двояко. Вот, внешняя часть, ешка, она посвящена продажам. Внутреннюю вы пока не видите, пока вы не подпишетесь, пока вы не купите. То есть, когда вы купите, вы можете проходить на нашем сайте дистанционное обучение. Там, если вы подпишетесь на веб-дизайн или введение в программирование, я буду отвечать, буду вам проверять ваше задание, там, комментировать. Это уже будет дистанционное обучение. Но, в целом, внешний сайт – это продажи. В основном продажи, цель ешка сайта. И последний, который мы рассмотрим, это блоки сайта. Это розетка. Ну, тут, да, единогласно. А что у нас? О, 12, 13. Добьем до 19. Все. Кто-то спит. Ну, 14, 15. Так, а, наверное, у нас двое с администратором. Еще кто-то. Двое еще не проголосовало. Ну, все равно приятно. Видно, что люди голосуют. Надеюсь, я не усыпляю вас. Вот, то есть, да, действительно, это продажи. Тут никаких подспудных моментов, никаких вариантов нет. Это продажа. Просто продаем. Это действительно самый большой интернет-магазин в Украине. Поехали. Дубль. Так, мы, если есть вопросы, задавайте. Сейчас буквально небольшой перерывчик. Если есть вопросы, нет вопросов, пойдем дальше. Нет вопросов, пишем плюс. Тем быстрее вы думаете, тем лучше усваивается информация, тем она лучше применится. Отлично. Плюс у нас там 15 человек живых. Я видел. Я видел в вопросе. Не ленимся. Ну, хорошо. Все, вроде все проснулись. Метатеги. Ну, так. Почти не актуальные. Их нужно заполнять, но почти не актуальные. Вопросы пошли, то тоже хорошо. Знаете, какого такого вот золотого, золотистого. А дальше нужно смотреть по проводителю, к какому он больше склоняется. По карту. Ну, или зайдите на основные юридические сайты. У меня с Фемидой больше такой вот золотистый-золотый ассоциируется, может быть, ближе. Ну, так. Это мое личное впечатление. Итак. Спасибо всем, кто не спит, кто нас слушает. Поле решений пользователя. Что это такое? Зачем это нам нужно? Пользователь способен принимать решения. И для того, чтобы мы влияли на эти решения, мы должны понять, а какие решения способен он принять на нашем сайте? Какие это решения? Как вы думаете, какие решения способен принять пользователь? Все. Вот вы зашли на сайт. О чем вы думаете по поводу этого сайта? Что вы скажете? Купить или не купить? Да. Покинуть, уйти или не уйти. Можно не купить, можно остаться. Ну, да. Что это такое? Не понял. Нравится, не нравится? Да. Ну, ничего. Все равно хорошо, что вы пишете. Итак, понял, не понял. Вы заходите на сайт. Ой, что это такое? Действительно классно, действительно это заискал. Второе. Нравится, не нравится? Вы можете понять, и это вам может не понравиться. Или вы можете не понять, но все равно понравится. Непонятно из-за этого, но такой классный. Там, например, какой-то супер научный сайт, вообще непонятно о чем это. Редко бывает, но бывает. Куплю, не куплю. То есть, это вы поняли, вам понравилось, и вы скажете да. Я этому сайту больше доверен. Ну, и такой очень важный параметр в интернет-маркетинге вернусь, не вернусь. То есть, вы можете не купить пока, но сказать, этот на этом сайте продают классные там флешки. И вдруг через два месяца вы хотите купить, тебе новую флешку, она говорит, за 2 гигбайта. О, я знаю, там дешевая, пошли купили. Приняли решение, что я когда-то вернусь. Там, сохранили в закладке, или там сохранили еще, там, может, у вас список сайтов классных, или у себя в памяти. Это уже, как говорится, на выбор решения. Итак, давайте сейчас мы пройдемся по первому сайту. Да, у нас вот. В чем это он? Да, там сейчас у нас будут вопросы, как обычно мы задаем. Вот я сбрасываю сайт. А, ну, вопрос понял, не понял. Бывает. Понят ли вы? Да, этот сайт вообще непонятный. Специально подбирал. Что, о чем он вообще? Что-то налепили, а что, непонятно. Хорошо, спасибо за голосование. Вот таких сайтов делать не надо. Это как не надо делать. Ну, так. Так, сайт, который нам понадобится. Да, вы там его все видите. Понятен, непонятен? Тут менее разделились. Для кого-то CNN, скажем так, понятен, а для кого-то что-то еще на английском, что-то непонятно. Но, обратите внимание, у нас 73% людей способны понимать информацию, ну, как я не думаю, что там у нас все сильно знают английский, но на другом языке. На языке, когда вы мне говорите. О чем это говорит? Что CNN, даже вы не понимаете, о чем идет речь, но вам понятен сам сайт. Качественно сделанный сайт, понятен, даже если непонятно, что написано. Но удобен и понятен, видите, очень удобно. Ну, как бы, естественно, это субъективный фактор, понятен или непонятен. Но если, там, вряд ли, мы сильно понимаем на английском, но, да, ясно. Сайт, все понятно. Я не понимаю, что там написано, но сайт понятен. Слушай, классный сайт. Классный сайт. Так, это второй вопрос, да, и третий, мы перейдем сейчас к следующему блоку, да, спасибо за ответы. И, как говорится, тут у нас извечная, извечная. Так, нравится ли вам этот сайт? Нравится Яндекс. Ну, большинство, я думаю, что это личные мотивы иного характера. Или, когда ты что-то не нашел и вам, скажем так, не понравилось. Но обратите внимание, 79% Яндекс нравится. Хороший сайт? Хороший. То есть, если ваш сайт будет нравиться 80% ваших посетителей, ну, аплодировать. Это очень важно. В разном бывает, но всех ориентироваться не надо. Спасибо. Так, звук опять, вот, видите, Google нравится больше, потому что меньше текста, там одна поисковая строчка и хороший поиск, ну, тоже примерно 80%. Неоднозначный сайт, но он должен понравиться. Так, тук-тук, слышно меня? И вот этот сайт. Для кого-то нравится, кому-то не нравится. Видите, классный сайт, интересно сделанный. Но кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот видите, что Яндекс даже там, может, не всем нравится. Он намного, хотя крутой сайт, очень классный. Ну, можно, может, не нравится, но то, что он действительно проработан и интересный. А хотя, видите, 60-70% всего нравится. Google и Яндекс у них супер показатели. По качеству, но именно подача. Видите, вот мы так экспериментом ставим. Шумит этот сайт. Мы по эксперименту... А, ну да, мешает слушать вебинар. Хорошо, ну, можно его закрывать. Я просто уже можно закрывать. Так, и следующий вопрос. Мы заходим на странички интернет-магазинов и смотрим. Вот теперь экспериментируем. Куплю, куплю, не куплю, куплю, не куплю. Так, и следующий вопрос. Первый. О, ну, розетки доверяют. Видно. Проработано. Ну, при условии, что у вас есть деньги и вам это надо. Смотрите с этими оговорками. Классно, высокий уровень доверия. Совершат покупку. Очень интересно. Молодцы. Розетка. Сайт. Это сайты первые по... Второй сайт. Они просто первые по запросу купить флешку. Рекламе дают. Мы смотрим. Контекстная реклама за то, что вы платите. У вас контекстную рекламу вы даете, а люди заходят и не хотят покупать. Ну, высокий, да, высокий рейтинг. Неплохой сайт. То есть не зря, не зря хозяева этого сайта дают контекстную рекламу. То есть вызывает доверие. Бывают сайты, когда... Ну, я специально не подбирал таких. Уже сложно найти интернет-магазин, который не вызывает доверие. Они все разорились и закрылись. Ну, вот, неудобно. И третий сайт, который мы хотим зайти. Тоже хороший сайт. Готовы на нем покупать. Даже больше, чем на розетке. Потому что... Привыкли бы выходить на сайт. Ну, классный сайт. То есть это показатель того, что эти дред-магазины некачественно проработаны. Будете понимать, что действительно актуальный сайт. И на нем хочется покупать. Ну, вот, собственно, таким образом мы поэкспериментировали. И вы поняли, как человек принимает решения. И посмотрели, что как ваши впечатления состыкуются с других участников вебинара, которые могут думать по-другому. Но тоже интересно. И еще... Эксперимент. Опять же у нас битва титанов. Вот вы зашли на этот сайт. Допустим, впервые. Вот как вы? Вернетесь на этот сайт или нет? 9,5. 64%. Ну, низковато, низковато. Хотя я думаю, что многие лукавят, что все-таки не вернутся на Яндексе, если вам что-то понадобится. Карты или... Переводы в Яндекс.Деньгах вы зайдете. Или вебвизор. Сегодня о нем поговорим. Я надеюсь. Следующий сайт. Ну, да. Google, видите, как у него коэффициент возвратов очень высокий. Классный сайт, понятный. Классный там поиск. Супер. Вообще, Google победил всех. И следующий сайт. Mail.ru Кто-то любит Mail.ru, кто-то не любит Mail.ru. Видите, Mail.ru... Доля возвратов ниже, чем у Яндекса. Поэтому Яндекс и первый среди российских поисковиков. Молодцы. Вот как интересно. И мы видим буквально небольшая выборка, а уже какие интересные результаты. Спасибо за голосование. Да, Mail.ru решит этим. Так. То, что мы с вами сейчас просмотрели, нравится-не нравится, куплю-не куплю, вернусь-не вернусь, это ситуативные решения. То есть, по сути, каждая из них, оно либо не ведет к результату, либо самостоятельно не жизнеспособна. То есть, вы не можете, вряд ли вы примете решение куплю-не куплю, если до этого не приняли нравится-не нравится, понятно-непонятно. То есть, для того, чтобы вы приняли куплю, вы должны сначала понятно, потом нравится, потом куплю, и потом еще и вернусь. То есть, эти все решения ситуативные, они не самостоятельные. А вот я стал, я принимаю решение стать постоянным клиентом этого магазина, это уже такое практическое, или даже стратегическое решение, которое будет определять ваши действия в дальнейшем. и самостоятельное. То есть, оно комплексное. Статистика. Мы с вами рассматриваем ситуативные решения, и вот это вот комплекс, стыковка этих ситуативных решений в маркетинге называется, в маркетинге называется воронка продаж. Это очень эффективный механизм, который позволяет оценить, а сколько людей перешли с одного уровня на другой, благодаря тем или иным правильно принятым решениям. И как лучше всего это оценивать? Ну, по поведению пользователя. Как понять, как ведет себя пользователь? Посмотреть, если это возможно. Есть статистики, там метрика, Яндекс.Метрика, Google Analytics. Мы их рассматривали. И очень важная такая тема, которая является частью Яндекс.Метрики, это Яндекс.Веб.Визор. Сейчас мы коротко посвятим. Что он позволяет? Он позволяет смотреть, как пользователь ходит по сайту. Ведь именно движение пользователя по сайту является результатом нашего влияния на него. Хороший сайт, нехороший. Мы можем только понять, как, увидев, как пользователи по нему ходят. Ну, то, что у нас пошли продажи, это уже такой результирующий аргумент. А как вы там ходят, что понятно, что непонятно, это благодаря веб-визору можно смотреть. Я не буду сейчас проходить процесс установки. Я думаю, что мы предоставили счетчики. Аналогично, то есть при установке Яндекс.Метрики он ставится. Можно будет посмотреть в одном из предыдущих вебинаров. Можно посмотреть. А сейчас я просто сброшу запись. Буквально минуту дам на просмотр. Например, одного из интернет-магазинов. Что показывает веб-визору. Можно зайти на YouTube. Давайте минутку посмотрите и тогда сбросьте плюсик, что посмотрели, можно. Также один из сайтов там вначале видно, как панель веб-визора и как человек просматривает ту или иную страницу. Мы видим, как пользователь читает и листает эту страницу. и останавливает, где вводит мышкой. Нажимает. И следующий сайт. Вот, собственно, веб-визор показывает, как пользователь смотрит тот или иной товар. Он вводит мышкой. Ну, хорошо, да, потому что это понятно. Вот, поехали дальше. Об и-тестировании. Мы сейчас буквально коротко пройдемся. У нас уже время практически подходит к погланцу. Мы рассмотрим вопросы контекстной рекламы. Мы заходим на сайт direct.yandex.ru Можно на него зайти, тоже посмотреть вот такую страницу. Авторизируемся, если у вас есть вход на Яндекс. Или регистрируемся. Видим вот такой вот блочок. То есть мы смотрим, где можно запустить свою рекламную кампанию. Создаем рекламную кампанию. В данном случае я создавал тестовую вебинар Ешка рекламировать. Вот, показываю там цену, как мы выбираю. Создаю объявление. Вот, копирую ссылку на вебинар, чтобы можно было переходить по результатам поиска. Подбираю ключевые слова, которые будут, по которым будет даваться мое объявление. Ну, называю дальше. Выбираю ставки. Обратите внимание, что... Где-то когда-то мышка была. Так, значит, обратите внимание, что у нас вход в гарантию – это 1 цент. А сейчас стоит цена 0,19. То есть это выше, чем первое место. Ну, лучше ставить, особенно поначалу, там стоимость входа в гарантию. То есть ваше объявление покажут, но не на первом месте. Вот. Ну, это будет значительно дешевле. Представляете, в 19 раз дешевле. Ну, как бы даже если вас найдут... Каждый второй кликнет, или каждый пятый, это все равно не каждый 19. То есть если вы на что-то предлагаете, вас найдут и... Так, вот я проставил нужные ставки. Нажал дальше. И у меня вот здесь можно отправить на модерацию. На модерацию мое объявление. Дальше я создаю еще одно объявление, чуть другое. Тоже подбираю ключевые слова, выставляю ставки и нажимаю «Сохранить». У меня два объявления слева видно. Вот. То есть отправляю на модерацию. Это что означает? Все объявления в Яндексе проверяются человеком. Модерируются. Если оно не соответствует правилам, оно не допускается к рекламе. Модерация проходит где-то в течение двух-трех часов. Вот. Итак, вот у меня уже прошла модерация моей компании. Бенар и Ешка захожу. И у меня два... Ну, не совсем красиво, но попробую. На какой бы вы кликнули на верхний или на нижний блок объявлений. Вот мой эксперимент. Попросим. Вот у нас АБ-тестирование, да? Такое вот интересное. Что значит АБ-тестирование? Это когда вы берете и ставите либо одно объявление, либо второе. И смотрите, на какое из объявлений больше переходит. Собственно, это и является показателем, что это объявление лучше. Ну вот, собственно, принцип АБ-тестирования. Благодарю. Вот видите, у нас 85% за первое. 85% перешло бы по нему. Так. Ну, у нас уже время. Подошло к концу. Эти вопросы мы опустим. Ну, или давайте там... Тоже поэкспериментировать. Вы видите рекламное объявление. По какому бы объявлению, первому, второму и третьему, сверху, вы бы кликнули. Пишем просто 1, 2, 3. Или у нас там есть вопрос. О, первый, второй, третий. Выбираем. Ну вот, Ешка побеждает. Кто-то платит меньше. Тоже получается. Давайте еще, еще, еще. Спасуйте, пожалуйста, все, кто может. У нас статистика, чтобы была. Вот, ну, за Ешка. Хорошо, спасибо. Это первое у нас, здесь национальное обучение. Второе, вот, купить флешку. Это вот вы уже ходили на эти сайты. Давайте. Куда вы перейдете? Помним, да, в розетку перейдет у нас 50, сколько это, 80%, и из них, из этих 80% останется 60%. Ну, где-то 0,8, 0,6, где-то 64% окупит. А остальные вернутся на страницу и дальше пойдут переходить. Первый, второй, третий и так далее. Вот таким образом работает контекстная реклама. Очень так интересно. Видите сразу, сколько с первого раза перейдут. Но если вам не понравится розетка, а у нас там были люди, которые не хотят покупать розетки, вы перейдете во второй сайт или в третий. Как мы помним, у нас фримаркет, который номер 3 у нас оказался самым привлекательным с точки зрения продажи. Но он, с точки зрения контекстной рекламы, видите, последний. И к нему придут только после розетки и после магазина флешки. Вот такой вот алгоритм. Веб-дизайн курсы, опять же, первый, второй или третий. Третий. Обратите внимание, я думаю, что повлияло то, что там есть иконка. И достаточно качественное название. Видите, третий сайт, он платит меньше, чем первый и второй, но приходит к нему больше. Потому что качественно проработан сам сайт, сама реклама. Вот очень важно, чтобы на каждом этапе вы работали над своей воронкой продаж, то есть над своим влиянием на пользователя. По разрешению, к сожалению, немножко плохо видно, потому что такие скриншоты у нас на площадке получаются. Ничего лучше не сделаешь. Это можно смотреть на презентацию, которую у вас я высылал. Так. И воронка продаж. Вот помните ситуативные решения. Они будут результаты только если мы их вопли на последовательности примем. То есть первое, это интересно. Увидел рекламу, это полезно. Перешел на сайт пользователей, получил информацию. Принял решение, может, походил куда-то, ответы на вопросы. Сделал заявку или сделал заказ. Ну и, собственно, покупка оплатил. Ну, такие вот этапы. Так выглядит сама воронка продаж. Как видите, те, кто увидит рекламу, нам больше всех. Те, кто перейдет на сайт, меньше. Позвонят или закажут еще меньше. И уже, ну, позвонят, в смысле закажут связь с менеджером. И которые уже оплатят, то есть совершат заказ полный, то еще меньше. И вот при переходе, да, у нас разграничение между цветами, это решение пользователя. И ваш юзабилити, удобство пользования, с точки зрения администратора, конечно, должно быть направлено, чтобы эта воронка продаж была максимально широкой. То есть, так называемая конверсия отношения тех, кто пришел или кто увидел вашу рекламу к тем, кто купил, была максимальным. То есть, первое, ну, мы не знаем, что это такое, да, но контекстная реклама, мы еще не слышали в этих сайтах. Холодный контакт, то есть, первый. Дальше. Вызываем заинтересованность. То есть, а, купи вот это или флешки. Интересно, что это за магазин, который продает флешки. Зашли. О, действительно, флешки качественный, магазин, хорошая цена. Да, хороший магазин. Кнопка «Купить». И тут, если магазин работает, то мы купим, а если не работает, не купим. Купили, все, супер. Потому что от нати вам до вот вам, как говорят в Одессе, большая разница. Если человек принял решение купить, и это еще не факт, что он купил, он еще должен произвести определенные действия. Ну, у него деньги должны быть там, и он должен быть способен заплатить. Хочу купить там, а не принимает гривны. Или там, только в Яндекс.Деньгах принимает. Для этого должен магазин качественно работать. Это конверсия. То, что я говорил. Например, 10 тысяч пришло. Человек на сайт, там, из рекламы или из SEO, из естественной выдачи. 100 человек заинтересовалось, и позвонили, или сделали заказ, и только 10 совершили покупку. Вот таким образом, ну, собственно, конверсия отношений тех людей, вот, это 10 тысяч. Вот, на сайт, да, и к тем, кто купили. Ну, материалы, как я уже говорил. Надежка Student, да. И те, кто зарегистрировались, я буду сообщать о новых вебинарах. Может быть, по данному вебинару тоже будут какие-то дополнительные материалы. Запись скоро будет на сайте. Вебинар. EJK.UA. SEO – это Search Engine Optimization, аббревиатура с английского. То есть, оптимизация, улучшение сайта с точки зрения поисковых систем. То есть, чтобы он был первый по запросам. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, буквально коротко, задавайте. Если нет, спасибо. Вопросы также можно писать в комментариях на сайте EJK.STUDENT. Буду рад ответить на них. Сейчас я сделаю, возможно, комментировать на страницу с ребятбар. И можно оставлять вопросы в комментариях. Оставляйте комментарии, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Я буду на них отвечать. Спасибо за внимание. Когда следующая конференция по курсу по дизайн, через месяц. Примерно в это же время, в середине ноября. Первые две работы в видеозаписи посмотрите. Это все будет. Ешка. Заново. Или где. По поводу обучения непонятно, что значит заново начать. Нужно узнать. Позвоните на нашу инфолайн. На сайте Ешка там есть. Они вам все ответят. То есть, если вы не проходили, не сдавали зачет, то вы, по идее, не уверен. Но спросите. То есть, если не сдавали. Получить там свидетельство. То есть, по результатам, если вы сдаете аттестационную работу, вам выдают свидетельство. Вы можете спокойно, если вы купили, на Ешка Студент выложу. Выложу, и вам рассылка придет, всем, кто зарегистрировался. Если пересдать, не пересдать. У нас только один раз дается. В процессе обучения. Внимание. Всего доброго. До новых встреч.